МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданное открытие. Порядка 600 учеников сели за парты в новой 11-й школе на улице Зорге. Подготовка к сезону разгула вирусов. В поликлинике номер один стартовала вакцинация против гриппа. 20 лет со дня трагедии и память жертв теракта в Беслане почтили в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. Открытие школы номер 11 на улице Зорге город ждал давно. Саровчане активно обсуждали тему о строительстве объекта. Но больше всего момента, когда откроются двери в школу, ждали учащиеся и родители. На День знаний на линейке, посвященной новому учебному году, учреждение, наконец, торжественно открыли. Школа рассчитана на 600 учащихся. Здесь будут обучаться школьники с 3 по 11 класс. В здании располагается три спортивных зала – игровой, легкоатлетический и тренажерный. Большой актовый зал. Школа оснащена элементами безбарьерной среды, большим количеством интерактивного и экспериментального оборудования. Первые ученики новой школы номер 11 уже сели за парты. Это первая школа, которую мы сдаем за последние 20 лет в нашем городе. Это действительно знаковое событие. Посмотрите, какой серьезный, грандиозный объект удалось построить. Было непросто. Я действительно хочу сказать настоящей благодарности всем, кто участвовал в этом, кто сделал это возможным. Объект большой. Понятно, по нему еще много есть вопросов, замечаний. Но в целом он готов. И он готов принять наших ребят. В 2019 году началась стройка этого объекта. Но всеми силами и всеми усилиями мы этот объект достроили. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые дети, я поздравляю вас с этим замечательным днем. И прежде всего мне хочется поздравить всех первоклашек, которые только-только начинают свой путь и тягу к знанию. Поэтому первоклашки только вперед, только вперед. С праздником! На линейке присутствовали и первоклашки. Для них этот день – один из важных этапов в жизни. Ребятам предстоит постичь много наук, открыть новые знания, завести новых друзей. Словом, для них открывается большой и увлекательный мир. Ты готовилась к школе? Да. Как готовилась? Ну, училась там, писала буквы, там, не знаю, примеры. Как ты будешь учиться? На какие отецы? Не знаю. Пока что я сама не знаю. На какие? На какие хочется учиться? Ну, на пятерке. Не менее волнительный этот день и для ребят, которые перешли в 11 класс. В качестве учеников они присутствовали на торжественной линейке в последний раз. Впереди предстоит выбрать специальность, предметы для сдачи ЕГЭ и ВУЗ. Многие старшеклассники уже поставили себе на год большие цели. У меня сейчас есть цель победить в Большой перемене. Я участвую, забрать заветный миллион, чтобы куда-то его потратить, может быть, на жилье или на другую технику. Также очень хотелось бы достойно представить родную школу и сдать ЕГЭ. Ну, и поступить в престижный университет. Грустно расставаться с учителями, с одноклассниками, с которыми ты уже за 11 лет очень сплотился в один единый коллектив. Конечно, хочется как раз 11 класс еще больше и как раз больше времени проводить вместе, чтобы вот эту вот каплю в море заполнить. И не было так обидно, что что-то не сделали. После линейки школьники разошлись по классам. Там у них прошло занятие, разговоры о важном. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok самостоятельный культурный объект, построенный в Сарове. Мы развиваемся. Я считаю, что этот объект станет действительно центром культуры этого района. А задача наших юных саровчан, задача команды педагогов, воспитателей сделать этот объект по-настоящему ярким. Наполнить его жизнью, уютом. И чтобы сюда хотелось приходить. Я верю, что все у нас получится. С праздником, с Днем Знаний. На первом этаже гости сразу смогли пройти в новое отделение Центральной городской библиотеки имени Маяковского. В светлом, современном и уютном пространстве жители смогут окунуться в мир литературы. Учреждение планирует также проводить в нем различные мероприятия и акции. Одну из таких, бегущую книгу, организаторы провели прямо на открытии. Саровчане отвечали на вопросы о знаменитых семейных династиях, оставивших важный след в истории, науке и культуре нашей страны, взамен получая книги и памятные призы. Детская школа искусств номер 2 представлена в ЦКР отделением художественной керамики. Воспитанники сразу же смогли поработать на станках в просторном классе. «Красиво очень. Мне понравилось. Мы лепили кота. Хорошо, красиво и удобно. Мы хотели записаться еще заранее, когда там строилось. Все нравится. Учителя добрые». В хореографическом зале магии танца будут обучать педагоги детской школы искусств. В день открытия коллективы выступили перед гостями и показали то, каких результатов ученики смогут достичь. Саровчане также смогут заниматься на направлении ИЗО. Центр развития культуры и искусства планирует организовывать здесь праздники, концерты, мультимедийные показы и конференции. Зрительный зал ЦКР вмещает 136 человек и оснащен профессиональным светом и звуком. В малом зале через пару месяцев будет показывать свои спектакли театр «Кукол-кузнечек». Небольшие формы планирует представить Саровский драматический театр. «В отличие от остальных резидентов, у театра более специфичная ситуация. Им нужно просчитать для удобства зрителей, удобства актерам, которые будут представлять иные спектакли. И как только свою локацию они подготовят, они тут же дадут старт продаж уже на этой новой точке, естественно прекращая свое функционирование на предыдущем месте». На открытии перед гостями выступили творческие коллективы города. Также организаторы подготовили для саровчан интерактивные развлекательные площадки, давая старт череде ярких и творческих событий. Центр культурного развития работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу улица Менделеева, 60А. Библиотека Маяковского ждет читателей с 12 до 20 часов. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Торжественную клятву новоиспеченные студенты САРФТИ произносят с особым волнением. Совсем недавно они сменили школьные годы и детство на яркую молодость в стенах вуза. В этом году более 300 человек стали частью Саровского физтеха. Ряды студентов пополнили ребята из Москвы, Ешкаролы, Тулы, Карелии, Магнитогорска и других уголков России. Руководитель Саровского физико-технического института НИЯУМИФИ Анна Сироткина дала старт новому учебному году, поприветствовала поступивших и рассказала о важных достижениях вуза. Саркуты и НИЯУМИФИ сегодня действительно являются лучшим филиалом среди 14 российских и двух международных филиалов, которые располагают НИЯУМИФИ. Это филиалы в Казахстане и в Узбекистане. Но самое главное, что вы будущие хранители нашей безопасности, нашего ядерного щита. И это почетнейшая миссия, которой я лично очень горжусь. Я тоже отработала ядерный центр где-то 17 лет. И очень надеюсь, что многие из вас станут сотрудниками российского федерального ядерного центра. Обучают ребят высококвалифицированные кадры. Как отметил начальник отдела подбора и комплектования персонала РФИАЦ ВНИЕВ Евгений Михеев, у учащихся с РФТИ есть уникальная возможность уже с третьего курса попасть на одно из самых закрытых предприятий в стране, быть причастными к важному делу. В День знаний с поздравлением к студентам также обратились первые лица города. Каждый из вас абсолютно точно сможет получить в этом ВУЗе все, что он хочет и может. Самое главное. Все зависит только от вас. Возможности практически неограничены. Это очень важный момент. Подумайте над этим и попытайтесь взять от того, что вам сегодня дается в СРФТИ, все, что возможно. Все, что вы сможете впитать. И не бойтесь ставить перед собой самые смелые, самые амбициозные цели. У вас все обязательно получится. Но руководство института, руководство Российского федерального ядерного центра и администрации города мы вам только в помощь. И помните, именно вы – будущее нашего города, вы – будущее нашей страны. В добрый путь, с праздником! Памятными подарками отметили молодых людей, которые набрали для поступления наивысшие баллы. Кроме учебного процесса, студенты с РФТИ могут реализовать себя в различных сферах. На базе института есть КВН, стройотряд оборона, педотряд Адастра, движение волонтеров, бумеранг добра, медиа-центр «Импульсы» и многие другие. Новоиспеченные студенты уже заряжены на развитие и победы. Сегодня нас позвали кураторы в институт, мы все вместе познакомились, пообщались. Они нам рассказали про студенческую жизнь, про пары, про предметы, про преподавателей. Много чего интересного было. С завтрашнего дня начнем заниматься. Я думаю, предметы все будут интересные, все будет очень весело. Я с наступением жду начала уже занятий. Меня заинтересовал КВН, также меня, я думаю, вступить еще в Адастра отряд. И на этом, наверное, я думаю, все. А почему выбрал именно СРФТИ для обучения дальнейшего? Ну, во-первых, это в моем родном городе, не хотелось бы куда-то уезжать. И СРФТИ – это очень перспективный ВУЗ, как по мне, потому что он открывает очень много дверей для трудоустройства и дальнейшей успешной жизни. Первые лекции, новые знакомства, экзамены и практика уже ждут вчерашних абитуриентов в стенах СРФТИ. Ни у кого нет сомнений, что новые студенты однозначно удивят талантами и прославят город и ВУЗ своими знаниями и достижениями. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Вакцинация горожан в поликлинике проходит уже две недели. За это время привились более тысячи человек. В поликлинике есть две вакцины от гриппа – Савигрип и Ультрекс-Квадри. По словам врачей, обе вакцины себя хорошо зарекомендовали. Ультрексом вакцинируют только беременных женщин и детей. Всех остальных – Савигрипом. Оптимальное время для прививки против гриппа – период с сентября по ноябрь. Иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение трех недель после вакцинации и сохраняется в течение года. Делать прививку определенно стоит, потому что мы заметили четкую закономерность. Пациенты, которые вакцинируются, имеют меньше осложнений от гриппа, реже попадают в стационары. Могут быть поствакцинальные реакции в виде повышения температуры тела, общего недомогания, но они проходят значительно быстро и не сравниваются с теми осложнениями, которые может привести грипп. Если человек и заражается гриппом, то заболевание протекает легче. Вакцинация от гриппа защищает от таких серьезных осложнений, как пневмония, менингит, эндокардит, плеврит. Вакцинация противопоказана людям, у которых есть реакция на куриный белок, анафилактический шок, крапивница, отек к венке. Также прививаться не стоит во время обострения хронических заболеваний, простуды. Вакцинация показана с шести месяцев, но есть определенная группа людей, которым вакцинация необходима в первую очередь. Это лица старше 65 лет, пациенты, которые имеют хронические заболевания, легочные системы, сердечно-сосудистые заболевания, беременные женщины, работники медицинских учреждений и общеобразовательных организаций, детские сады и школы. Записаться на вакцинацию можно через колл-центр по телефону 95511 и через ведомственный портал медицинских услуг ФМПА России. Для удобства горожан поликлиника номер один проводят выездные вакцинации против гриппа. Ближайшие выездные вакцинации 9 сентября с 12 до 14 часов рядом с ТЦ «Плаза» на улице Московской. И 16 сентября с 12 до 14 часов перед магазином «Пятерочка» бывший универмаг юбилейный на проспекте Ленина. С собой необходимо взять паспорт с НИЛС и полис ОМС. Если такой формат будет востребован среди саровчан, то выездная вакцинация может продлиться. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 3 сентября 2004 года около 13 часов в школе номер один в Беслане, где удерживали более 1100 заложников, прогремели два взрыва, после чего начался штурм. В результате теракта погибли 334 человека. Большинство заложников тогда были дети, которых банда из 32 террористов Шамиля Басаева захватила во дворе во время праздничной линейки 1 сентября. С тех страшных событий прошло 20 лет, но эту трагедию забыть невозможно. Как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения людей. По традиции, саровчане собрались на лестнице «Миру мир», где перед подрастающим поколением выступил протеерей Владимир Кузнецов. Совсем недавно, исполняя свой пастырский долг по благословению священного началия, я находился в течение двух недель при фронтовой полосе на СВО. И своими глазами видел то, что несет терроризм. Разными путями, но каждый из нас придет ко Господу. И вот чтобы нам не сбиться с пути, нам Господь предлагает идти по пути исполнения заповедей Божьих. Любви к Богу и любви к ближнему. По словам священника, каждого должны вести нравственные ориентиры. В трудные времена мы можем оказать финансовую и моральную помощь тем, кто находится в сложной ситуации. От всех нас зависит мир и благополучие. 3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этой датой вся страна вспоминает жертв и других трагических событий, таких как захват Крокус Сити-Холла. На акции молодые люди отметили важность таких памятных дней. Все волонтеры города собираются на лестнице «Миру мир», чтобы почтить память людям, которые погибли в терактах, которые происходили в нашей стране. А именно почтить память тем людям, у которых произошла беда в Беслане. Мы, как школьники, не хотим, чтобы это повторялось. Действительно, не хочется испытать такого страха, такого стресса. Каждый разделяет боль утраты семьи, чьи близкие пострадали от рук террористов. Волонтеры зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Дарья Козина, Евгений Шикарев. И вместе с ними мы должны были обменяться нашими практиками и создать уже новый, уникальный продукт. Результатом жарких дискуссий ребят стал общий социальный проект «Три сезона». Он был создан в сотрудничестве с командами «Арзамаса» и «Перевоза». Проект направлен на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В итоге проект стал победителем форума. Мы будем проводить интерактивные перемены для детей в школах. Первый этап – это весна. Будем проводить мелкую моторику рук и гимнастику для пальчиков. Второй этап – это зима. Мы будем проводить настольные игры. А третьим этапом – весной. Мы будем проводить элементы зорницы. И таким образом мы захватим все спектры развития детей и сможем обеспечить им активный досуг на переменах. Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья актуальна всегда. Ведь они такие же члены общества, как и мы. Проект будет реализовываться в течение всего учебного года на базе школы номер 9. Форум «Ритм молодых» проходил под Нижним Новгородом. Профтесты, мастерские и практикумы. IT-образование, нейросети и искусственный интеллект. На протяжении трех дней ребята принимали участие в образовательных интенсивах. Образовательные интенсивы заключались в том, чтобы научить нас правильно писать проект, как подать его, как его продать и как представить самого себя. Я на форуме была генератором идей, то есть поставляла идеи для нашего проекта и, соответственно, помогала их реализовать. Ребята хорошо провели время и получили яркие впечатления. Они также получили ценный опыт от общения с разнообразными спикерами. Было очень множество лекций, которые можно было для себя что-то из них взять, что чему-то новому научиться. Познакомимся с новыми людьми из разных городов, из почти всей Нижегородской области. Для себя я занимался фотографиями, делал фотографии мест, потому что место, которое стоит побывать. Это, наверное, единственный в области форум, который реально обучает социальному проектированию. И когда мы возвращаемся оттуда, каждый раз с новыми знаниями и с новым желанием еще творить дальше и больше. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Из-за неазид, который используется в лекарствах от туберкулеза и крысиный яд – основные ингредиенты, которые используют док-хантеры в своих подкормках. Ярые противники бездомных собак идут на крайние меры и пытаются травить бродяг, не думая, что съесть ядовитую еду может и домашнее животное на прогулке. Хозяевам стоит быть особенно внимательными, последствия могут быть смертельными. В случае с из-за неазидом отказывает просто полиорганная достаточность, отступает отказ геросистема, животное просто задыхается, судороги, смерть мучительная. Если говорить о крысином яде, то нарушается цикл свертываемости крови и животное просто погибает от кровотечения. Крысиный яд, он всасывается достаточно долго, то есть он может всасаться и через неделю вы заметите носовое кровотечение, возможно, кровотечение при походе в туалет, то есть из анального отверстия. У него вот такая скрытая симптоматика, не сразу себя выдаёт. У из-за неазида она достаточно быстрая, это судороги, какая-то атаксия, то есть поражается центральная нервная система, вы это сразу заметите. Из-за неазид обычно белый, а крысиный яд чаще всего цветной, розовый, синий, фиолетовый. Если яд попал в организм, в течение первого часа можно оказать помощь самостоятельно. Необходимо напоить питомца большим количеством тёплой воды, чтобы спровоцировать рвоту. Народные средства лучше не применять. По словам врача, некоторые используют перекись, после которой может остаться ожог ротовой полости и пищевода. При первой помощи, если вы вызываете рвоту, вы также можете комбинировать с арбентами. В случае с активированным углём 4 таблетки на килограмм. Вообще, в целом, разные есть информации, но мы рекомендуем так. Либо энтеросгель, миллилитр на килограмм. Если промыть желудок в домашних условиях не получилось, нужно обязательно обратиться в клинику. Антидот на случай встречи с противотуберкулёзным ядом многие собаководы уже стали носить с собой. Это витамин В6. В аптеке следует спрашивать его под названием передоксин. От крысиного яда поможет витамин К1, он же конокеон. В дозировке В6 передоксина, витамина, у него в среднем начинаются от 100 миллиграмм на килограмм. Иной раз там прям лошадиные дозы используются. У ротинтицидов, то есть крысиного яда, мы используем К1, он же конокеон. Дозировки начинаются от 2,5 миллиграмм на килограмм в зависимости от поколения. На прогулке стоит также остерегаться шоколада, жевательных резинок, продуктов, содержащих кофеин, виноград, авокадо, лук и чеснок. Одни из них смертельно опасны, другие вызовут серьёзные проблемы с почками и пищеварением. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Около библиотеки Пушкина можно было встретить ребят, которые подбегали к прохожим и задавали им вопросы. Активные юные читатели участвовали в ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга», которая была приурочена к году семьи. Книга-бежцы задавали царовчанам вопросы по теме семейной династии. Детская библиотека Пушкина участвует в «Бегущей книге» в восьмой раз. В этот раз Пушкинка немного опередила всероссийскую дату забега – 1 сентября. Лето в детской библиотеке имени Пушкина было очень активным. Наши читатели привыкли к каким-то активностям, событиям библиотечным. И они сами выступили с инициативой, то есть заинтересовались, что интересного будет проходить в ближайшее время. И когда такой разговор у нас возник, мы рассказали об этой акции. И по просьбе читателей, которые очень переживали, что 1 сентября кто-то уезжает, кто-то… ну не смогут просто прийти. Они просто попросили нас, чтобы мы эту акцию вместе с ними организовали немного пораньше. В забеге приняли участие ребята начальной и средней школы, которые активно и с удовольствием посещали вселетние мероприятия Пушкинки. Перед тем, как выйти на улицы города, дети прошли инструктаж, познакомились с правилами мероприятия, обсудили вопросы. Акция прошла в Центральной библиотеке Пушкина и в структурном подразделении номер 4. Первое впечатление, если честно, у меня очень хорошее. Ну, во-первых, это прогулка и приятное ощущение, что ты как бы взаимодействуешь с людьми. Мне очень понравилось участвовать в данной акции, потому что очень интересно взаимодействовать с разными людьми. Я имею в виду и с командой, и с прохожими, которыми я задаю вопросы. Мы подходим к людям и задаем им вопросы, проверяем их интеллект. И тоже мы, и чтобы их труд был не напрасный, мы дарим книги. И, по-моему, такие акции очень нужны, потому что все равно надо помнить все наше произведение и быть позитивным. Юные волонтеры Пушкинки опросили более 250 саровчан и вручили за правильные ответы книги и сувениры. Ребята пробежали по улицам Силкина, Герцена, Гоголя, Курчатовой и Московской. Акция прошла весело и задорно. Некоторые мальчишки и девчонки участвовали в бегущей книге в первый раз и были под большим впечатлением. Мы рады, что вообще еще такое есть, и мы вообще бы хотели почаще таких мероприятий. Мы рады приходить всегда в библиотеку, всегда идем туда с радостью и выходим оттуда тоже с радостью. Нам очень нравится. Мне тоже очень понравилась акция. Все люди принимали участие с удовольствием, отвечали правильно на вопросы, получали сувениры, радовались. Спасибо вообще библиотеке, что такие акции устраивают. Мне очень понравилось это мероприятие. Хотелось бы больше таких мероприятий. Это мероприятие, наверное, было самым лучшим из всех мероприятий библиотек. Можно было посмотреть на, например, на знания других людей, посмотреть на их смекалку, например, там. Это было очень весело, спрашивать разные вопросы. Цель акции – привлечь внимание людей к книгам и к чтению. Бегущая книга проходит по всей стране при поддержке программы «Территория культуры Росатома». К акции присоединяются все библиотеки страны, а также школы и детские сады. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продукция сетевых магазинов никогда не заменит фермерскую. Это с успехом подтверждают участники ежегодной сельскохозяйственной ярмарки «Осенний завоз». В этом году мероприятие пройдет на территории парка СС в юбилейный десятый раз. Фермеры из Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей, Республик Чувашии и Мордовии порадуют гостей продукции собственного производства – товарами народных промыслов. Кроме традиционной продукции, это там мясной продукции, молочных, хлебобулочных изделий. Также очень много ремесленников, которые предоставляют и керамические какие-то изделия, игрушки, корзины. Ну и прочие изделия из металла, кожголонтерея, шапки, платки. Все как на настоящей ярмарке, так она насыщенная, всего много. Свои товары представят около ста продавцов. Среди них как новички, так и те, кто привозит свою продукцию с самого первого осеннего завоза. Ярмарка будет работать с 8 утра. С 10 до 12 часов гостей ждет развлекательная программа с розыгрышем призов. Также можно будет посетить музей военной техники и галерею русской иконы. Организаторы обещают подготовить несколько сюрпризов. Будет музыкальное сопровождение в течение всей ярмарки. И закончится она где-то традиционно, тоже где-то в 14 часов. Времени остается мало, но это чем меньше времени, тем интереснее. С каждым днем готовиться к этой ярмарке. Ну и у нас есть такой лозунг, который мы каждый год используем в своих плакатах, что приходите, мы сможем вас удивить. В этом году мы на плакатах такое не использовали, но все равно приходите, мы сможем вас удивить. Событие положит начало традиционному осеннему сезону фермерской торговли. Саровские производители и предприниматели еще могут подать заявку и присоединиться к ярмарке. Информация по телефону 754-58. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Мэйбл примерно 4 месяца. Мужчина нашел ее на улице и обратил внимание на то, что у девочки больной глаз. На фоне ослабленного иммунитета Мэйбл подхватила герпивирусную инфекцию. Вылечить глаз не удалось. Скорее всего, им она уже не видит. Но второй глаз это компенсирует. И проблем со зрением у Мэйбл нет. Это очень активная, любознательная девчонка. Сейчас она активно пробует меня на зуб. Во-первых, это связано с тем, что у них уже подходит время, когда меняются молочные зубы на постоянные. А во-вторых, в целом, котики у нас это охотники. Охотиться они любят. Поэтому вот сейчас она думает, что для нее большая угроза. И меня надо ликвидировать. При этом девчонка очень ласковая, очень мурчащая. Она любит сидеть на ручках. У Мэйбл есть вакцинация обработки от паразитов. Котенка волонтеры отдадут с условием последующей стерилизации и без самого игула. Девчонка, на самом деле, очень красивая. А крас такой пользуется большой популярностью. У нас очень большой запрос идет на таких котят. А то, что у нее такой особенный глазик, ну это ей просто придает изюминки. Поэтому приходите, знакомьтесь с нашей Мэйбл. Да? Мэйбл. И забирайте ее домой. Лепесточек родился в приюте Мурдом. Его маму, уже беременную на последних сроках, волонтеры забрали с улицы. Лепесточку пять месяцев. У него сделаны вакцинации и все обработки. Его отдают в добрые руки, также с последующей кастрацией. Лепесточек игривый, шустрый и активный. Но в то же время любит сидеть на руках. С ним важно играть. То есть, он очень хорошо подойдет в семью, где есть дети, для того, чтобы они с ним взаимодействовали, когда есть возможность, для того, чтобы он именно днем набесился, к вечеру же успокоился, ночью с вами спокойно спал. Потому что у котят первое время наблюдается такой немножко дисбаланс режима, что они не понимают, когда активничать, когда не активничать. То есть, могут по ночам по вам тыг-дыгать, скакать и так далее. Поэтому очень важно, если вы забираете его, то с ним взаимодействовать, то есть играть, чтобы он именно свою активность выплескал через игры. К счастью, Лепесточек уже обрел любящую семью и уехал домой. Но в приюте Мурдом еще порядка 120 обитателей. Возможно, кто-то из них приглянется вам и станет вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать хвостатых, и задать интересующие вопросы, звоните по телефону. 8 908 762 09 51 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА